Вся земля с тобой сравнится снов ты превосходнее всего на свете и неподобного тебе ты наш господь пенцарствуешь вовеки при вознесем тебя небеса теперь достойны а и теперь полу господь благословен наш море всего от крестола твоего течет поток живой воды Для народа всей земли Сияет свет твоей любви Своим присутствием покрой всю землю Пусть свет пройдется в жизнь людей Все народы преклонят колени И бас поют по пути Только тебе Небеса тебе поют Святый, святый Вся земля тебе поет Достойный Все творение подстает Тебе хвалу Господь Бога в Слове наш Бог Поверь с Его Только тебе мы поем Небеса тебе поют Святый, святый Вся земля тебе поет Достойный Все творение подстает Тебе хвалу Господь Благословен наш Бог Поверь с Его Благословен наш Бог Благословен наш Бог Поверь с Его Благословен Господня земля, и что наполняет ее вселенная И все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях И на реках утвердил ее Кто взойдет на гору Господню Или кто станет на святом месте Его Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто Кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно Тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Божия Иакова Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани Поднимитесь врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы Народ Божий Когда ходил Царь во дворец, пред Ним распахивались двери Пред Ним поднимались врата, и весь народ ликовал и кричал И возглашалось имя Царя Народ Божий Это особенное место, на которое приходит Царь Царей и Господь всех господствующих И мы знаем имя Его Кто? Царь Твой, народ Божий Имя Его Иисус! Воздай славу Господу Своему Воскликни имя Царя Твоего, народ Божий Имя Его Иисус! 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 Мы рады видеть Тебя, Господи, сердцами Своими И ощущать Тебя, Бог мой, Духом Своим Войди на это место И царствуй, господствуй здесь, Владыка неба и земли Народ Божий, тому, кто рядом, повернись и скажи Я рад, рад, что Ты здесь В присутствии Бога Я рад, что рядом с Тобою А с нами Бог Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо Тебе, наш Господь За эту встречу За встречу с Тобою И детьми Твоими Как здорово, что Ты посещаешь это собрание, Владыка Спасибо Тебе, Боже Спасибо Тебе, Господь и Царь Иисус За то, что Ты привел в этот дом людей Которые еще никогда не слышали имени Твоего Которые Господь может сегодня впервые здесь Братья и сестры Друзья Если Ты сегодня впервые на собрании церкви нашей Если Ты гость из другой церкви Может быть, Ты вообще впервые в такой церкви Подними руку, не стесняйся В присутствии Господа Аллилуйя! Мы рады видеть Тебя, дорогой друг Дорогая сестра и брат Мы рады видеть Тебя вместе с нами Господь сил здесь Он среди нас И Он пришел не с пустыми руками Царь никогда не приходит с пустыми руками Он всегда приносит подарки И эти подарки дороже самого чистого золота Дороже алмазов, дороже сапфира Это спасение Это исцеление Это освобождение И все это приносит наш Царь И имя Его И имя Его И имя Его Аллилуйя! Мы рады, Господь, что Ты на этом месте среди нас Боже, да святится имя Твое Давайте мы совершим эту первую молитву служения Пусть Господь царствует Спасибо Тебе, Отец Что Ты собрал нас на этом месте Спасибо Тебе, что Ты поставил на каждом из нас печать Твою Печать Духа Святого Спасибо Тебе, что Ты открылся нам через спасение в Иисусе Христе Бог Великий, Бог Святой Пусть на этом месте свершается святая воля Твоя Мы, Господь, смиряемся пред Тобою Мы принимаем все то, что Ты приготовил для нас А Тебе, Единому, мы воздаем всю славу и честь Ибо Ты один достоин ее принять Слава Богу Отцу Слава Сыну и Господу нашему Иисусу Христу И слава Богу Духу Святому во веки и веки Аминь Аминь! Аллилуйя, Господь! Мы славим Тебя! Скажи, Господь, Царь царей! Слава УOULDС Валите Вас народу, имя Господа Наш Господь, превыше всех богов Валите Его имя, все племена Расглавляйте имя Господа Он придет! Он придет, наш Господь Мессия Он придет, скоро Он придет Он придет, наш Господь Мессия Палите все народы имя Господа Наш Господь превыше всех богов Палите Его имя все племена Прославляйте имя Господа Он придет, наш Господь Мессия Он придет, скоро Он придет Он придет, наш Господь Мессия Он придет, наш Сарцари Царь, царей, всемогущий Бог, Он воскресший, агресс Божий, Сын Давида, наш Мессия. Царь, царей, всемогущий Бог, Будет петь и веселиться пред летом Его. Царь, царей, всемогущий Бог, Будет петь и веселиться пред летом Его. Царь, царей, всемогущий Бог, Будет петь и веселиться пред летом Его. Царь, царей, всемогущий Бог, Он воскресший, агресс Божий, Сын Давида, наш Мессия. Царь, царей, всемогущий Бог, Будет петь и веселиться пред летом Его. Царь, царей, всемогущий Бог, Будет петь и веселиться пред летом Его. Царь, царей, всемогущий Бог, Будет петь и веселиться пред летом Его. Царь, царей, всемогущий Бог, Будет петь и веселиться пред летом Его. Царь, царей, всемогущий Бог, Будет петь и веселиться пред летом Его. Будем видеть Его чудеса, в Его законе наша воля, и Его мы прославляем. Аллилуйя! Скажи, Господь, я всегда буду в Твоих руках. Бог верный, Он никогда не отпустит. Если Он уже взял Твою жизнь в свои руки, Он всегда будет держать тебя, потому что Он Бог верный. Слава Тебе, Иисус! Я буду жить всегда в Твоей любви. Буду видеть чудеса Твои, в моем законе воля моя. Буду вечно прославлять тебя. Я буду жить всегда в Твоей любви. Буду видеть чудеса Твои, в моем законе воля моя. Буду вечно прославлять! Най-най-най... Аллилуйя! Аллилуйя, слава тебе! Наш Господь достоин, наш Бог великий Ему вся хвала, Ему вся честь Я буду жить всегда в твоей любви Я буду жить всегда в твоей любви Буду видеть чудеса твои В моем законе воля моя Буду вечно прославлять! Я буду жить всегда в моей любви, Буду видеть чудеса мои, В моем законе, поля моя, Буду вечно прославлять! Най! 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 Я буду славить Господа! Буду славить Господа, в сердце он моем всегда. Поспою ему хвалу за счастливую судьбу. Буду славить Господа, в сердце он моем всегда. Поспою ему хвалу. Я буду славить, буду славить судьбу. Буду славить Господа, в сердце он моем всегда. Поспою ему хвалу за счастливую судьбу. Най-най-най-най-най Аллилуйя, мы радуемся перед тобою! Най-най-най-най Мы торжествуем в тебе, Господь! Най-най-най-най-най О, как велик наш форт, о, как велик! О, как прекрасен наш Бог! О, как чудесен и милосерд наш Бог! Как терпелив и милостив наш Бог! Аллилуйя, изо всех сил воздай Богу славу рукоплесканиями! Голосом своим от всей души своей воздай ему хвалу! Потому что наш Бог великий! Царь, царей, всемогущий! И еще больше славы для Бога! Аллилуйя! Аллилуйя, слава тебе, Иисус! Слава, Господь, тебе, всемогущий Бог! Великий Бог! Слава тебе, наш Господь! Мы склоняемся перед тобою! Боже, в благоговении, в торжествовании Мы хотим сказать, что ты наша слава, Господь! Ты наша сила, Бог наш! Ты, Господь, любовь наша! Ты пролил за нас кровь свою! В тебе наша крепость, Господь! Ты моя слава, крепость и сила! Моя надежда, Ты мой Господь! Ты моя радость и утешение! Ты мой Спаситель, Иисус Христов! Простил меня и оправдал! Любовь свою мне дал! Ты подарил спасенье! Свою кровью убелил В грехи мои прости! Простер благоволенье! Боже, праведный перед тобой! Сейчас я пристаю И радуется сердцем! И поет прощенная душа Тебе, Иисус Балла! К тебе стремлюсь всем сердцем! Ты моя слава, крепость и сила! Моя надежда, Ты мой Господь! Ты моя радость и утешение! Ты мой Спаситель, Иисус Христов! Я буду славить без конца! Поют мои уста и славят мое имя! Тебя, мой Бог, превозношу! За жизнь благодарю! И за удел святыми! Боже, праведный перед тобой! Боже, праведный перед тобой! Сейчас я пристаю! Ты радуется сердцем! И поет тебе! Ты поет прощенная душа! Тебе, Иисус Балла! Тебе стремлюсь всем сердцем! Ты моя слава, крепость и сила! Моя надежда, Моя надежда! Ты мой Господь! Ты моя радость и утешение! Ты мой Спаситель, Иисус Христов! Ты моя слава, крепость и сила! Ты моя надежда, Ты мой Господь! Ты моя радость и утешение! Ты мой Спаситель, Иисус Христос! Ты моя слава, ты моя сила! Иисус Христос! Моё спасение только в Тебе, Иисус Христос! Вся слава и хвала Тебе, наш Господь Иисус! Мы проволожаем сегодня на этом месте! Ты наш Спаситель! Ты наш Искупитель и наш Избавитель! Мы благодарим Тебя за Твою жертву! Мы благодарим Тебя за кровь святую Твою, которая была пролита за каждого из нас! Через кровь Твою святую мы получили доступ к престолу Небесному, к престолу нашему Отцу! Мы сегодня возвеличим и благодарим Тебя, Иисус! Когда Ты умирал, завеса в храме разодралась! И сегодня в присутствии Отца нашего Небесного мы превозносим Тебя и славим наш Господь Иисус! За Твою жертву! За Твое искупление! За Твое воскресенье! За то, что Ты живой! Ты на этом месте! И мы просим Тебя, благослови нас сегодня! Напои нас Своим Духом! Наполни нас Своим присутствием! Накорми нас сегодня Твоим Словом! Мы хотим Тебя сегодня возвеличивать! Прославлять и превозносить Церковь! Давайте воздадим славу нашему Богу! Он живой и Он достойный славы! Иисус, спасибо Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе наш Бог! Вся слава нашему Господу Иисусу Христу! Христос воскрес! Во истину воскрес! Христос воскрес! Во истину воскрес! Наш Господь Иисус Христос воскрес! Во истину воскрес! И давайте воскрешему Иисусу еще большую славу! Аллилуйя! Аллилуйя! Он живой! Он на этом месте! Там, где двое или трое собраны во имя Его, там и Он среди нас! Слава нашему Богу! Братья и сестры, мы можем присаживаться! Есть люди у нас, которые стоят! Проходите, пожалуйста, занимайте места! Группа помощи вам поможет найти места в зале! Проходите, пожалуйста, присаживайтесь! Мы хотим, чтобы все чувствовали себя комфортно и уютно в Доме Божьем! Можно проходить, присаживаться! Братья и сестры, перед нами есть объявление! Прошу несколько минут нашего внимания! Первое объявление касается священодействия, которое будет совершаться на следующем служении! Это посвящение детей! Если вы хотите посвятить вашего сына или дочь, или, может быть, внука, внучку, то посвящение деток будет на следующем служении! Для этого сегодня, после служения, подойдите к пастору Николаю Сачуку и дайте данные о вашем ребенке! В следующий раз у нас будет посвящение детей Богу! Следующее наше объявление касается нашего молитвенно-оздоровительного центра! Мы приближаемся к тому времени, когда начинаются наши лагеря! Детский, подростковый лагерь, молодежные смены! И нам нужны волонтеры на уборку, на ресепшн! Поэтому, если у вас есть такое желание послужить Господу и детям, подросткам, молодежи, после этого служения, подойдите ко мне, я скажу о датах, когда будут заезды! И если у вас есть желание послужить, вы сможете это сделать в летний период, в период лагерей! И третье наше объявление, оно касается евангелизационного мероприятия, которое будет у нас через одно служение! 26 мая у нас будет на центральном служении будет специальная евангелизационная постановка! Эта постановка будет об исцелении девочки, это будет евангелизационное служение, на которое мы можем приглашать наших неверующих, родных, близких, знакомых людей, которые нуждаются в исцелении, в освобождении, чтобы Бог коснулся их жизни этих людей! И мы верим, что Бог будет касаться, спасать, исцелять и освобождать этих людей! Поэтому 26 мая у нас будет на центральном служении и на первом, и на втором потоке евангелизационная постановка! А сейчас я хотел бы, чтобы вы могли поприветствовать нашу хоровую капеллу воскресенья! Они будут служить нам сегодня! Пусть Бог благословит вас! Дорогие братья и сестры! Витаю всех с воскресеньем Христовым! Христос воскрес! Двоечный воскрес! Дорогие братья и еще вместе! Раз, flat-одис. Слабь бедене Новое Русалиме Паспорт Слава Богу Господня на тебе зійшла! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие крещаемые, проходите пожалуйста Мы вас ждем, будем поздравлять, молиться, благословлять вас Еще наши братья и сестры проходят Можно чуть-чуть левее сюда подвинуться, чтобы всем было место И давайте такой последний аккорд аплодисментов Прославим нашего Бога Аллилуйя Слава Богу, мы радуемся сегодня вместе с вами Знаем, что это особенный день для вашей жизни Сегодня кто-то вступил в завет с Богом Кто-то восстанавливается, кто-то переходит Вы особенным образом переживаете этот день И знаете, в первую очередь мы хотим дать возможность Поздравить вас, пасторам поместных церквей Они уже ждут, пастора поместных церквей Пастора районов, можно проходить Поздравлять братьев и сестер Мы хотим вручать цветы, также Библию Тем, кто принимал водное крещение Свидетельство и фотографию сводного крещения Поэтому для каждого крещаемого мы вручаем подарки Спасибо Спасибо большое Библия Библия Наши бурные братья и сестры аплодисменты Во славу Божью Что они дошли к вам Давайте мы еще и еще нашими аплодисментами будем поддерживать наших братьев и сестер У всех есть Библии, у всех есть святы Никого не пропустили, всех поздрали И уже готовы вас поздравлять также Лидеры домашних групп, братья и сестры Родные и близкие Можно также проходить, огромная просьба Чтобы мы могли заходить с этой стороны сцены А спускаться с этой стороны сцены Чтобы не было пробок Проходите пожалуйста, поздравляйте церковь И дh teuliamo И мы будем аплодировать во славу Господа АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Рук не хватает держать все подарки. Слава нашему Господу. Давайте еще больше нашего Бога прославим. Аллилуйя. И для вас, дорогие, короткое слово наставления. И мы будем совершать самую важную молитву принятия вас в члены церкви. В Слове Божьем, в Коринфянам 12 главе написаны такие слова. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или эллины, рабы или свободны, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Сегодня, когда мы крестились, когда мы восстанавливаемся, Слово Божьем говорит, что церковь – это тело Иисуса Христа. И сегодня вы становитесь частью тела Иисуса Христа. Знаете, что характеризует, когда тело здоровое, когда церковь здоровая? Это когда каждый орган, каждая частичка тела, она работает. Знаете, когда я помню, мой дедушка, ему было 74 года, он был таким наполненным жизнью, таким жизнедеятельным человеком, многому очень мог делать. Но пришло время, и у него случился инсульт. И года три он просто лежал, его тело уже не смогло делать то, что делало раньше. Поэтому здоровое тело, когда каждый орган, когда каждый член в теле Христовом, он работает. Я знаю, что вы сегодня, будучи в воде, обещали Богу служить чистой и доброй совестью. Я знаю, что у вас есть это желание – служить Господу. Знаете, как правило, люди хотят служить Богу, но в их сердце есть один вопрос. А как мне знать мое предназначение? Как мне знать, кто я в теле Христовом? Кем я могу служить? И знаете, Слово Божие отвечает нам на этот вопрос несколько стихов ниже. В 18 стихе написано. «Но Бог расположил члены каждой в составе тела, как Ему было угодно». У Бога есть воля для каждого из нас, для вас, для каждого, кто есть, стоит на этой сцене. Бог имеет для вас определенное служение. Бог имеет для вас определенную работу. Бог знает, где нужно вас поставить в теле своем. Знаете, что нужно от нас? Только две простые вещи. Хотел бы сказать вам как наставление. В первую очередь, просто держитесь тела Иисуса Христа. То, что говорит Библия, не оставляйте собрания своего. Пребывайте в общении с верующими людьми. Не пропускайте без уважительных причин центральное служение. Не пропускайте служение домашних групп. Не пропускайте служение по местной церкви. Знаете, когда я общаюсь с людьми, которые отпадают от Бога, я, как правило, интересуюсь, говорю, а что стало причиной твоего отпада от Господа Иисуса Христа? Как правило, люди говорят, ты знаешь, просто суета. Один раз не пришел, второй раз не пришел, третий раз не пришел, а потом уже вроде как бы стыдно, чувствуешь себя неловко, думаешь, приду, будут осуждать. Так дьявол накручивает. Поэтому держитесь тела Иисуса Христа. Как говорит наш старший пастор, руками, ногами и зубами. И второе простое наставление. То, что вам будут предлагать ваши служители, лидеры домашней группы, может быть, пастор района или пастор по местной церкви, какое-то служение, беритесь за него. То, что говорит Слово Божье. Знаете, жизненная позиция. Вот я, Господи, использую меня. Не просто вот я использую его, а вот я использую меня. Когда каждый из нас, мы будем готовы служить Богу, Бог будет использовать из нас. Он имеет для вас, еще раз хочу сказать, имеет для вас то служение, то положение в теле, в котором вы будете максимально благословены и максимально принесете много плода для Господа Иисуса. Пребывайте в теле и будьте готовы. С самого маленького служения начинать служить, и Бог будет поднимать вас и благословлять. Церковь, давайте мы поднимемся. Будем совершать молитву, благословение Принятие в члены церкви наших братьев и сестер Отец, во имя Иисуса Христа Мы благодарим Тебя За то, что в Слове Твое написано Ты сказал, что не мы Тебя избрали, а Ты нас избрал Мы благодарны за то, что Ты избрал наших братьев, наших сестер Все, кто стоят на этой сцене Господь, все, кто есть в этом зале Ты избрал каждого из нас Спасибо Тебе, Господь Мы просим и молимся, Господь, присоедини их сегодня к телу Твоему Дай им сегодня стать одной частью с Тобой Мы благодарим Тебя за тот завет, который мы заключили с Тобою Дай им быть верными, Господь, этому завету Потому что Ты, Бог, верный и Ты всегда пребываешь верным Мы просим Тебя благословить, чтобы они никогда не оставляли собрания своего Чтобы они крепко держались в взаимоотношениях с Тобой и друг с другом Во имя Иисуса Христа Благослови, чтобы то предназначение, которое они имеют в теле Твоем Чтобы то место, Господь, то, где Ты имеешь для них служение Они могли, Господь, войти в это служение и прославить Твое Святое Имя И принести много плода Благослови, чтобы они были светом и солью В своих домах, на своих работах На тех, Господь Иисус, местах, где они живут И пускай через их жизнь, через их служение прославится Твое Святое Имя Пускай те люди, которые будут знать их, скажут Воистину с ними Бог Благослови их Мы сегодня вверяем их в Твои Святые руки И просим Тебя, Господь, веди их, направляй до самого конца И пускай каждый из них прославит Твое Святое Имя Особенным образом Мы Тебя благодарим и прославляем и превозносим Во имя Иисуса Христа, Аминь Наши аплодисменты еще раз для вас Мы вас поздравляем, благословляем Проходите, пожалуйста, присаживайтесь Не присаживайтесь Потому что мы будем сейчас поклоняться нашему Богу Дорогие братья и сестры Перед поклонением я хочу прочитать одно место из Библии Которое является великим утешением и ободрением для нас В Экклезиаста 11 главе в 3 стихе написано Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь Братья и сестры, здесь говорится и о дожде, который является благословением на наши поля Но здесь также говорится и о другом дожде Дождь, он в Библии всегда ассоциируется с благословением Которое изливает Бог на эту землю И здесь, знаете, описан круговорот воды Когда вода подымается с земли в виде пара, она не исчезает Она формируется в облака И потом этот дождь проливается на землю благословением Дорогие братья и сестры Возможно, кто-то уже давно ожидает этого дождя Возможно, уже давно вы молитесь Знаете, что-то для меня показано Принцип молитвы Мы с земли возносим свои молитвы к Богу И они не исчезают Наполняются облака Для чего? Для того, чтобы потом излить свою жизнь благословением А возможно, сегодня будет последняя капля А возможно, еще немножко нужно подождать Но знаешь, что каждая твоя молитва дополняет эти облака И они обязательно пролются в твою жизнь благословением Пусть это будет утешение для тех людей, которые уже давно за что-то молятся Вы молитесь, не видите ответа И вы думаете, а может быть, Бог забыл А может быть, Он меня не слышит А может, Он не вникает в эту ситуацию Я хочу вам сказать Когда пойдет дождь? Когда облака будут полны Вот тогда дождь прольется на землю Братья и сестры Сегодня в этом поклонении Давайте мы придем с верою Что ни одна наша молитва не забыта у Бога Бог знает самое лучшее время И Он собирает сейчас Над нами, над твоей головою Он собирает облака Которые наполнятся водою Жди этого дождя Потому что он прольется на тебя благословением Сейчас время поклонения Ходатай смогут пройти в фойе Взять бейджики Потом встать на свои места Не будешь стоять около выходов Здесь спереди Мы сегодня хотим особенно помолиться За тех людей У которых задавненная какая-то проблема Или нужда И вы давно-давно об этом молитесь И вы не находите ответа Знаете, что когда сегодня Будет здесь стоять люди эти Подойдите к ним Пусть они свершат за вас молитву А знаете, почему, братья и сестры? Почему много может усиленная молитва праведного? Потому что не с одного места Пар пройдет туда, капелька А со многих мест мы соберем это туда И потом дождь прольется благословением Пусть сегодня звучат наши молитвы на этом месте Не одного человека, а многих людей И мы будем верить Что Господь изольет на наш дождь благословений Дорогие ходатай, пройдите, пожалуйста, в фойе А мы будем поклоняться нашему Богу В ожидании, что наш Господь благословит нас Жажду верить и любить И любовь свою дарить Я тебе умой, Господь Дай наполниться тобой Мой спаситель дорогой Дай мне выразить свою любовь Я так люблю тебя Святый зову тебя Бог мой, прими меня Славу свою О, я восхищен тобой Вечною красотой Я поглоняюсь тебе Мой Господь Жажду верить и любить И любовь свою дарить Я тебе умой, Господь Наполнись собой Дай наполниться тобой Мой спаситель дорогой Дай мне выразить свою любовь Я так люблю тебя Святый зову тебя Бог мой, прими меня Славу свою Славу свою Я восхищен тобой Вечною красотой Я поглоняюсь тебе Мой Господь 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 Я люблю тебя Я так люблю тебя Я так люблю тебя Святый зову тебя Я зову Бог мой, прими меня Славу свою О, я восхищен тобой Я восхищен тобой Вечною красотой Я поглоняюсь тебе О, я восхищен Мой Господь Я люблю тебя Я люблю тебя Мой спаситель Я так люблю тебя Святый зову тебя Святый зову тебя Святый зову тебя Я так люблю Тебя, Святый зову Тебя, Бог мой, примири меня, славу Свою, ой, я вас еще домой, вечною красотой, я поклоняюсь Тебе, мой Господь. Дорогой брат и дорогая сестра, молись сегодня там, где ты стоишь с верой, возможно, ты уже молишься несколько месяцев, возможно, ты молишься несколько лет, и твое терпение оно иссякает, и ты думаешь, ну где же этот ответ, ну где же, ну где же, ну где же, дополни чашу молитв своих, и обязательно прольется это благословение на тебя. Чем больше ты свершишь за это молитв с верою, тем быстрее зальется Божье благословение на тебя. Не унывай и не опускай рук, потому что ни одна твоя молитва не испарилась, и ни одна твоя молитва не забыта у Бога. Ободри сегодня и верь, что Бог обязательно благословит тебя, обязательно ответит тебе. Дорогие братья и сестры, у меня есть обращение еще к нескольким людям. Мы по старам и молились перед служением, и Бог открыл нам, что на этом месте есть люди, у которых больны суставы. Это лодыжки, таз и плечо. Это могут быть у разных людей. Проблема с лодыжкой, проблема с тазом, проблема с плечом. Может быть, это были вывихи или аварии, или вообще просто у вас поражены именно эти места вашего организма. Если такое и есть, знайте, что Бог сегодня хочет прикоснуться к вам и исцелить вас. Вот именно для вас сегодня этот день. Примите сейчас это благословение от Бога. Также Бог открыл нам, что есть люди, которые очень сильно переживают. Вы знаете, что сегодня поминальный день. И многие люди собрались сегодня на кладбище. И для кого-то, чтобы прийти на это служение, пришлось поругаться с родственниками, потому что они обвиняли Его, что Он выбрал служение, чем пойти на кладбище. Вот сегодня Бог хочет вас ободрить, что вы приняли правильное решение. Нам нужно почитать наших родных, близких, которые умерли, ухаживать за могилками. Но это не делается за счет воскресного служения. Не нужно ругаться с родственниками, нужно принимать просто твердое решение с любовью. Утешьте сегодня, примите мир. Знайте, что вы на том месте, где находится Бог. Воскресенье – это заповедь Господня, мы должны быть с Господом. Также есть люди, которым Бог говорит, время коротко. Это для тех людей, которые перекладывают на завтра то важное решение, которое должны сделать сегодня. Может быть, они не думают, что они еще успеют покаяться, что еще много времени. Так Бог говорит сегодня вам, время коротко. Возможно, ты ждешь, что тебе нужно с кем-то примириться. Время коротко. Возможно, ты думаешь, что ты еще успеешь Богу послужить. Я сегодня говорю тебе, время коротко. Сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Не нужно ждать, когда все обстоятельства будут за тебя. Прими решение сделать это сегодня, ибо время коротко. А Господь в процессе все обстоятельства обратит в твою пользу. Только ты прими решение правильно перед Богом. Знай, что время коротко. Да благословит нас Господь, дорогие братья и сестры. Я хочу, чтобы вы могли совершить молитву за нужды этих людей, которые написали записки. Дорогие, вы молитесь за свои семьи. Я каждый раз читаю эти записки. Я знаю, о чем здесь пишется. Вы пишете о своем здоровье, здоровье своих родных и близких. Вы пишете о ваших семьях, о спасении ваших родных. Вы волнуетесь о своих детях. Вы просите у Бога благословение материальное. Вы просите Божьей защиты для вас, для ваших семей. Верьте, чтобы сейчас ваша молитва будет услышана. И Бог примет вашу молитву. А мы сегодня всей церковью хотим поддержать вас. Церковь, давайте мы совершим молитву за эти нужды. Дорогой наш Господь, дорогой наш Бог, Иисус Христос, наш Царь и Спаситель. Мы сегодня обращаемся к тебе с верою. Мы знаем, что каждая наша молитва, она услышана тобою. Ни одной молитвы ты не оставляешь без ответа. И мы сегодня все вместе, всей церковью соглашаемся молиться за этих людей. Помилуй, Господь, их. Помилуй их здоровье, Господь. Какая бы ни была эта болезнь, пусть она уйдет прочь. Потому что Иисус Христос на кресте понес все наши немощи и болезни. И ранами Иисуса Христа мы исцеляемся. Пошли исцеление в жизнь этих людей. Разрушь всякую власть, немощи и болезни во имя Иисуса Христа. Мы благословляем их семьи. Пусть мир придет в их дома. Пусть их родные и близкие спасутся. Мы благословляем, Господь, их душу, чтобы пришло в душу утешение и мир. Мы благословляем защиту их, их родных и близких и весь круг их общения. Мы благословляем, чтобы материальные блага пришли в жизнь этих людей. И они выделили руку Божью и помощь Божью. Благословляем, Господь, во имя Иисуса Христа. Какая бы ни была нужда и просьба, ответь, святой Бог, яви свою силу, яви свою власть, яви свое могущество. Мы веруем в Бога, который сегодня творит чудеса. Мы веруем в Иисуса, который вчера и сегодня в веки тот же. Мы сегодня призываем имя Иисуса Христа. Призываем в власть Иисуса Христа. Призываем в помощь Иисуса Христа. Ты есть наш Бог, а мы есть Твой народ. И Иисус, мы в Тебя веруем. И Иисус, мы знаем, мы приходим к престолу благодати. И Ты пошешь в благодать для благовременной помощи. Ты не опостаешь, Господь. Ты прямо сейчас на это место сливаешь благословение и касаешься сердечных людей. Благословляем Твой народ. Благословляем Твой народ. Благословляем Твой народ во имя Иисуса. Благословляем Твой народ. Я поклоняюсь Тебе, мой Господь. Благословляем Твой народ. Благословляем Твой народ. Я закруглю Тебя, святый зову Тебя. Бог мой, примени меня, славу Свою. Благословляем Тебя, святый зову Тебя. Бог мой, примени меня, славу Свою. Благословляем Тебя, святый зову Тебя. Благословляем Тебя, святый зову Тебя. Бог мой, примени меня, славу Свою. Благословляем Тебя, святый зову Тебя. Благословляем Тебя, святый зову Тебя. Ты один знаешь, когда будет эта последняя капелька, когда она поднимется с этой земли, она поднимется на небо, к Тому престолу. И Ты, Господь дорогой, пошлешь дождь на эту землю, ты пошлешь дождь на эту жаждущую почву, ты пошлешь дождь на это жаждущее сердце, и оно утешится, и оно ободрится, и оно укрепится Тобою. Мы благодарны Тебе, наш Бог, мы благодарны Тебе, наш Царь, мы благодарны Тебе, наш чудный Спаситель и наш чудный Господь. Братья и сестры, присядьте, пожалуйста, совсем ненадолго, буквально на несколько минут. И мы сейчас продолжим нашу молитву. Ходатай, вы можете присаживаться, те, кто уже свершили молитву. Братья и сестры, мы сейчас продолжим еще. Сейчас у нас пастырский месяц. Знаете, в этот месяц мы молимся, чтобы Бог особенно послужил людям, которые несут пастырское служение. Знаете, эти люди такие же, как все остальные. У них такие же семьи, работы, у них такие же заботы, но эти люди взяли на себя ответственность заботиться о Господних детях. Такие же люди, но они приняли на себя ответственность от Бога. Они несут этот труд для Господа. Я хочу, чтобы мы могли свершить сегодня определенную молитву за этих людей. Братья и сестры, у нас сегодня в гостях чудесный человек. Он будет проповедовать у нас. Это епископ, это пастыр из Славянска Алексей Демидович. Пастыр Алексей, мы вас очень сильно любим. Правда. Мы вас очень сильно уважаем, вас и ваше служение. Вы очень много послужили нам, когда вы приезжали с твоими проповедями. Но знаете, какое служение особенно было важно для меня? Это ваше свидетельство. Я вас недавно спрашивала, когда мы договорились о вашем приезде сюда. А можно я прошу вас, чтобы вы могли сюда пройти? Дорогой пастыр Алексей, я расскажу это свидетельство. Может быть, я что-то не так скажу, вы добавите, поправите меня. Вы знаете, несколько лет назад, когда пастыр Алексей приезжал к нам, он делился своим свидетельством. В этом году их в церкви 25 лет. И когда они начинали, их было 11 человек, и в основном это были члены семьи, потому что у пасты Алексея есть несколько братьев. И вот представляете, они собирались дома, проводили служение, эти 11 человек, и они каждый раз ждали, что придут новые люди, потому что они приглашали новых людей. Девять лет не пришло ни одного нового человека. Девять лет. Но они все эти девять лет, каждую неделю собирались и проводили вместе служение. Они не разочаровались. Знаете, пастыр Алексей, когда я тогда слушала, у меня было такое особенное время, и я с особым трепетом это восприняла. Я думаю, наверняка же у вас были моменты, когда можно было бы сказать, опустить руки, сказать, ну сколько же уже можно молиться? Но неужели Бог не слышит меня? Я думаю, прошел год, два, три, пять, и никакого плода нету. Но знаете, что они не опустили рук. Они, знаете, я думаю, что вы много молились. Я думаю, что вот это вот место, когда облака будут полны, они прольют на землю дождь. Я думаю, что пришла мера ваших молитв, и излился дождь. И вдруг, внезапно, абсолютно внезапно, прошло девять лет, и начало идти много людей. И в этой церкви сегодня много сотен людей. И они сегодня прославляют Бога. Пастыр Алексей, мы сегодня молимся за пастырей. Мне бы так хотелось, что могли помолиться за тех пастырей, которые давно ждут плода, и у этого плода нет. Вы молитесь, вы делаете все, что в ваших силах. Вы благовествуете, вы служите, но нету плода. Вы очень искренне перед Богом. Это не то, что вы не делаете ничего, или халатно к этому относитесь. Нет, вы стараетесь всей душой, не получается. Мне бы так хотелось, чтобы сегодня эта дождь излился на вас, и чтобы вы увидели этот долгожданный плод. И кто, как не вы, можете об этом сегодня помолиться, потому что вы пережили это в своей жизни. Пастыра, те, которые будут, будьте сейчас готовы. Пастыр Алексей, может быть, вы что-то дополните, может быть, вы поправите меня. Мир Божий вам, дорогие мои братья и сестры. Да мне особенно трепетно быть здесь. Последний год этот, когда ваш старший пастор, ну, может быть, очень сложно со здоровьем. Поэтому мы постоянно стоялись, молились и продолжаем молиться. Милые мои, хочу вам сказать, никогда не мечтал о пастырстве. Никогда. Но когда прошло 25 лет служения церкви, сегодня свидетельствую, нет лучшей судьбы, нет лучшего призвания, как служить и строить церковь Господа. Медики заботятся о том, чтобы мы протянули 60, 70, 80 лет. Социальные работники заботятся о том, чтобы на пенсии мы чуть-чуть продержались. Но кто заботится о душе, чтобы жила вечно, как не вы, пасторы? Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, вы занимаетесь самым важным делом. Весь этот мир существует благодаря церкви. Бог держит этот мир благодаря церкви. И вы, те, которые взяли на себя эту ответственность, вы совершаете великое дело. И я так благодарен вам. И мое слово сегодня к вам. Я, когда буду говорить, держите ваши ладошки. Совершайте свой жизненный подвиг. И одно хочу сказать, друзья мои. Нам нужна всегда Божья благодать, которая бы нас поддерживала, которая бы помогала нам. Поэтому хочу сказать, эти 9 лет были нелегкими. Это правда. Опускались руки. Казалось, что мы банкроты. Что все это неправда. Хочу просто сказать, вот так в собрании в одном. Мы сидели, 11 нас человек. И один финский пастор сказал, у меня есть слово для вас. Это был 80-й год. И сказал, придет время пробуждения. Вы будете арендовать ДК. Вы будете проповедовать на площадях и стадионах. И у вас будет церковь. Это держало, милые мои. Это держало. Это мечта. И сегодня, когда мои глаза видят то, что сегодня я так благодарен Богу, что Он поддержал. И не оставил. И не ослабели. Вот это слово, друзья. Я очень часто читаю это. Когда облака будут полны. Каждая молитва. Каждый вокруг Богу. Это очередная капля. И однажды оно прольется. Поэтому я хотел бы искренне попросить Бога, чтобы Бог дал особую благодать всем вам, кто подставляет эти руки, чтобы нести святых, совершенствовать их и служить Господу. Давайте мы поднимемся. Дорогие пастора. Пастора домашних церквей, пастора районных, пастора поместных церквей, если вы в этой молитве нуждаетесь, пройдите, пожалуйста, сейчас вперед. Именно пастора. Именно те люди, которые несут пасторское служение. Повернитесь лицом к церкви. Дорогая церковь, давайте мы сейчас искренним сердцем благословим этих людей. Все пастора, которые в этой молитве нуждаются, пройдите вперед. Мы вас подождем. Мы благодарны вам за то, что вы несете это служение. Мы благодарны вам за ваш труд. Мы очень хотим вас благословить. Возможно, вы давно ждете этого дождя. Знаете, что Бог не опоздает. Чем больше будет молитв, тем скорее прольется дождь. В свое назначенное Богом время. У него есть это время, назначенное Богом. Помолитесь, пожалуйста. Дорогой наш Небесный Отец, Бог наш, ты тот, который Сына Своего не пожалел, но отдал жертву за грехи наши и за беззакония наши, как вместе с Ним и не даруешь нам всего. Поэтому сегодня мы благодарим Тебя, Господи, за эти дары, которые Ты дал общине. Мы благодарим Тебя за каждого пастора различного уровня. Мы благодарим Тебя за то, что Ты их призвал, за то, что Ты их поставил, за то, что Ты помог им принять этот вызов и взять эту ответственность. Господи, нет лучшей судьбы, нет лучшего предназначения. И поэтому сегодня я умоляю, как раб Твой, Боже, пусть Твоя благодать, особая благодать, дождь Твой придет на старшего пастора, на всех пастырей и на всех тех, которые стоят здесь спереди. Боже, мы умоляем Тебя, обрати свое лицо и пусть придет этот дождь, 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 обильный дождь благословений. Пусть их сердце будет гореть любовью к людям. Пусть в их сердцах будет много места для людей. Пусть их руки, Господи, не будут пустыми. Пусть на кого возложат руки, сходит Дух Святой, сходит сила Твоя и совершается работа Твоя через них. Господи, благослови их, чтобы в их сердце был этот огонь, чтобы они пламенели Духом, чтобы их глаза и горели, Господи, чтобы они любили Тебя и этой любовью делились с людьми, которым они служат. Боже, укрепи их здоровье, чтобы они были сильные, крепкие и чтобы они могли нести это служение в бремя этого народа. Когда-то Ты сказал Моисею, Ты сказал, приведи 70 старейшим и я возьму от Духа Твоего и дам им, чтобы они несли бремя народа. Боже, я молю Тебя, чтобы этот Дух пришел сейчас благодати, благословений и приумножения, роста духовного, прорыва это новых людей. Отец, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что облака наполняются, они все больше и больше наполняются и мы увидим дождь, мы увидим дождь, по благодати Твоей и по милости. Боже, я особенно молю Тебя, чтобы Ты благословил старшего пастора, Господи, чтобы особенно Твоя милость была, благодать моего брата, моего друга и сотрудника. Я умоляю Тебя, чтобы Ты благословил, чтобы Ты благословил этот елей, который падает на его голову. Пусть он стекает на бороду, на бороду и до края рис, чтобы каждый пастор мог бы служить в силе Святого Духа. Молю Тебя, Отец, умоляю Тебя, Бог, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь! Аминь! Да благословит Вас Господь, драгоценные пастора! Да благословит Вас Господь! Дорогая церковь, я уже представила Вам нашего проповедника, который приехал послужить специально ради нас. Пастор Алексей, огромное Вам спасибо. Пусть Господь Вас благословит сегодня. Присаживайтесь в церковь. Спасибо. Дорогие мои, так рад снова быть здесь. И просто для меня это, конечно, честь быть здесь и служить в этой церкви. Слава о Вашем служении, она распространяется, в Фейсбуке. Все время слежу, как, что здесь делается. И поэтому очень рад сегодня быть снова. Приветствую Вас. Вот этим и поздравляю. Вот с прекрасным христианским праздником. Христос воскрес! Он воскрес для того, чтобы мы с Вами жили. И знаете, вот это место, которое пастор Татьяна читала, когда облака будут полны, это правда. Молитвы, постоянные, целеустремленные, постоянные, они приносят свои результаты. Я хочу Вам передать приветствие искренне от церкви Добрая Весть, города Славянска. И Бог благословил наш город, друзья мои. И уже некоторые дожди идут в нашем городе. Это правда, милые. Второй год, как в 90-е годы, нам абсолютно свободно дают площадь. И вот этот раз мы также были, было служение вечером на площади, на Пасху. А перед Пасхой за неделю у нас была изумительная молитва, инициировала эту молитву мэр нашего города. Она попросила, прийди на аппаратное совещание и пригласи весь народ. Я пригласил весь народ. И знаете, пришли, и мы совершали эту молитву. Это была молитва, это не шоу молитвенное, это было Божье присутствие. И одна песня, которая написана в вашей церкви, записана Украина, звучала там, мы молились за наш город. И знаете, и мне хотелось бы, чтобы хотя бы немножечко вы могли увидеть это. Мы не успели за эту Пасху сделать, но сейчас я хочу вам коротко показать видео, репортаж с того, что мы делали в прошлом году. Но этот раз было то же самое. Хорошо, пожалуйста, посмотрите праздничное пасхальное гуляние на площади Славянской. Впервые праздник Светлого Христового Воскресения Евангельские церкви города Славянска отпраздновали вместе с жителями и гостями на Центральной площади. Напомним, что подобное массовое мероприятие состоялось на Рождество в январе этого года с разрешения властей города. Увидев доброе влияние христиан, оказанное на город, администрация с большой радостью дала разрешение на проведение праздничного пасхального концерта. Открыл праздничный концерт Духовой оркестр, а также в программе принимали участие сводный хор церквей, детский хор, многочисленные сольные исполнители и звучали свидетельства Божьих чудес. Я вас ослаблю Бога! Слава Богу! Алилуйя! Слава Богу! Верю, что Бог желает, чтобы верующие люди, объединившись, показали лицо христианства, не то, которое воображали в прошлом, а сегодня современное христианство, не заангажированное, а любящие Господа, любящие друг друга, любящие свой город, желающие участвовать в жизни города и в культурной жизни города. Христиане всех стран объединяйтесь. Нас нечего делить, нас один Бог, одна вера, одна Евангелия. У нас здесь разные литургии, но это не препятствует нам вместе молиться Богу, вместе поклоняться и чтить Его, как великого Господа. Поэтому это хорошо, очень хорошо, когда в Славянске объединяются и в Англии, и не только в Англии, и в Англии церкви, чтобы поклониться Богу в прекрасный день Христового Воскресения. Праздничные псалмы были слышны во всех уголках площади. И удивительно теплая атмосфера праздника наполняла и взрослых, и детей. Для маленьких гостей были приготовлены приятные сюрпризы. Катание на пони и лошадях на машинках и тележке, а также все желающие могли бесплатно угоститься сладостями и вкусным чаем. Будем поить чаем, будем давать сладости, конфеты, печенье бесплатно. Да, он вас здесь, он вас здесь, давайте праздновать воскресенье на своя Исусе. Что для вас праздник Пасха? Пасха это когда Иисус воскрес. Поведа жизни над смертью. Мы здесь живем тоже, мы не русские, но мы мусульмане, но уважаем ваши тоже там все праздники и желаем всем счастья. Для меня это начало новой жизни, для меня это важнейший день, потому что воскрес мой Господь. Больше ни от чего другого не приходит радость, как от того, что за твои грехи заплочено сполна, ты можешь быть свободным, счастливым и иметь надежду. Кульминацией пасхального вечера стала совместная молитва пастора в церкви города о благословении Славянска и его жителей. Мы умоляем тебя, обрати свое лицо и благослови наш город. Участники концерта и зрители, пришедшие в этот вечер, унесли с собой частичку Божьей любви. И хочется надеяться, что подобные совместные евангелизационные празднования станут доброй традицией для города Славянска. Дорогие друзья, жители прекрасного, чудесного города Славянска, я поздравляю вас с этим прекрасным христианским праздником Христос воскрес. Я желаю, чтобы вот эта радость воскресения наполняла каждый дом и мир, о котором говорил Христос, когда пришел к плачущим ученикам, наполнил ваши дома. Я рад, что у нас прекрасный город. Пусть Бог благословит вас. Поздравляю вас и радуйтесь. Иисус воскрес. И никогда больше смерть не царствует. Господь царствует. Диана Мухаммадгалеева, Ольга Ливертовская, Феликс Карпенко, Евгений Волкодау специально для телеканала ТБН. Хвала Господу. Друзья мои, я знаю, что вот в вашем городе небольшой город, районный центр, я понимаю, да? Нет? Но здесь вы можете сделать то же самое. Собирайте облака над вашим городом и пусть Бог благословит. И действительно, вот то, о чем мы мечтаем, чтобы многие-многие еще пришли. Потому что, кстати, есть люди, которые не ходят в вашу церковь. Сегодня был в гостинице и пока Юра за мной приезжал, я там благоведствовал прямо на рецепшене и я говорю, да я пастор, вот еду туда в спасение. Одна женщина говорит, о, я живу прямо возле спасения. Я говорю, и вы не ходите в церковь? Нет. А куда вы ходите? Ну, я в другую хожу. Ну, я. О, хорошо, что вы ходите в церковь. Ну, вот что вам дает ваша вера? А вы уверены в спасении? Одним словом, благоведствовал. И так внимательно слушали, что даже одна женщина просто, говорит, со слезами рассказывала, как Бог слышит молитвы. Я молилась, и он отвечает. Так что в вашем городе есть много людей, которые призваны для того, чтобы быть в спасении. И все сказали, не вру. Друзья мои, это правда. Не знаю, рассказывал ли вам вот тот, чем я живу. Бог старцев с наведением вразумляет. Я старец уже. Итак, снится мне сон. Я стою в фойе нашего здания. Стою, открываются вот такие двери, как этот самый, как ворота в цеху. И люди валят. Я смотрю вот так, вот такими глазами. Вааа, говорю. Как валит? Не по одному. Просто потоком валит. И потом я проповедую, как будто бы с балкона проповедую. И делаю призыв. И множество людей выбегают вперед и падают на колени. Это не только для добровестия. Это для всей Украины. Это и для церкви спасения. Аминь. Но для этого послушаем одно слово. Друзья мои, тема моей проповеди продолжай держать ладошки. Или жизни всегда есть место подвигу. Вот так его назвал. Продолжай держать ладошки. Вы поймете, о чем идет речь. Но вот сейчас, чтобы просто заинтриговать вас. Друзья мои, когда заканчивается жизнь человека, когда человек прожил какую-то жизнь, он говорит самые важные слова. И к этим словам есть смысл прислушиваться. Когда человек только начинает жить, ребенок или молодой человек, о, я буду космонавтом, я буду тем, я буду тем. У него все это меняется. Но когда прожита жизнь, друзья мои, он говорит, самые веские, самые важные слова. Так вот, такие слова сказал апостол Павел своему последователю и своему ученику. И поэтому мы сегодня лучше будем прислушаться к словам людей, проживших жизнь, чтобы научиться мудрости. Итак, Писание говорит, это второе послание Тимофею, четвертая глава, шестого по восьмой стих. Звучит синодальный перевод. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Вот так апостол Павел пишет своему последователю Тимофею. Это послание было написано одним из последних. И он пишет важные слова. Он говорит, что я подвигом добрым подвязался, течение совершил и сохранил веру. Очень интересно, друзья мои, как другие переводы переводят это же самое место. Я хотел бы еще два перевода вам просто привести. Итак, перевод радостная весть. Эти же самые места. Что же касается меня, жизнь моя уже на алтаре, как возлияние. Приближается время ухода. Я хорошо провел бой. Я пробежал весь забег. Я был верен правилам. И теперь мне дожидается приз, венок праведности, который вручит мне Господь в тот день, а он праведный судья. И он вручит не только мне, но и всем, кто с любовью ждет его возвращения. И вот еще один перевод. Что же касается меня, то уже меня приносят жертву на алтаре, и время ухода моего настало. Я доблестно боролся, закончил состязание и сохранил веру, а теперь меня ждет венец победителя, награда за жизнь праведную. Господь судья справедливый увенчает меня им в тот день, и не только мне вручит он его, но и всем, кто с любовью ожидал его. Друзья мои, вот особенно хотел бы сказать для пастырей, для тех, кто взял на себя эту ответственность. Знаете, это нелегкое служение, и я хочу просто сказать, вот если мы посмотрим, что Павел здесь говорил, что он говорил о себе, как он рассматривает свою жизнь. Я не знаю, друзья, как вы представляете, что такое христианская жизнь. Особенно современная теология, может быть, ну приблизительно так часто звучит, у тебя будет все самое лучшее, все будет прекрасно, все будет хорошо, но Павел не так рассматривал свою жизнь, и поэтому я хочу сегодня, чтобы мы поняли, что Павел говорил своему последователю. Нам это важно слышать. Он говорит, я хорошо провел свой бой. Он представлял жизнь как сражение. Он представлял жизнь свою, христианскую жизнь, как забег, как бой, как состязание. Вот что настоящая христианская жизнь. Друзья мои, христианская жизнь, она полна напряжения. Она полна действительно встречи с трудностями и сопротивлением. Только, друзья мои, человек, который не сражается и не борется, он плывет по течению. Или рыба, которая плывет просто по течению, это мертвая рыба, но живая всегда идет против течения. Поэтому хочу первое, что Павел говорит, Тимофей, христианская жизнь это сражение. Христианская жизнь это состязание, это забег. И он говорит, что я провел свое сражение. И он говорит, я добрым подвигом подвязался. Знаете, может быть, кто-то сегодня, друзья мои, свою жизнь смотрит, может быть, действительно опускаются руки, и вы не знаете, почему это, неужели такая жизнь. Друзья, Христос сказал, мое слово принимали, и ваше будут принимать, меня гнали, и вас будут гнать. Поэтому в жизни есть сражение. особенно если мы хотим чего-то достичь, если мы хотим что-то сделать значимое в жизни, если мы хотим, поставив цель достичь ее, всегда будет сопротивление, всегда будет напряжение. Это нормальная жизнь христианина вести постоянно сражение. И все, кто не согласен, вы можете сказать аминь. Спасибо, вы согласны. Хорошо. Итак, что же Павел говорит своему Тимофею, вот как он рассматривал свою жизнь, говорит, это стязание, это сражение, и действительно это бой. Он говорит, я сражался всю свою жизнь. Говорит, я провел свое сражение, и я совершил свой забег, и я совершил свой подвиг. Когда мы читаем эту главу, друзья мои, именно четвертую главу второго послания Тимофея, он даже здесь говорит особенными словами, он говорит, заклинаю тебя, Тимофей, он особенно усиленно говорит, вот услышь меня, меня, который жизнь прожил, меня, который действительно много, много в жизни испытал, он говорит, пойми, заклинаю тебя, вот это имей ввиду, это самое важное, он говорит, я, я, много испытал в своей жизни, и вот когда мы читаем четвертую главу, друзья мои, с чем сталкивался Павел, как служитель, с чем он сталкивался, друзья, были времена, когда его приветствовали, были времена, когда ему готовы были венки приносить, жертвы приносить, были времена, когда его почитали, и руководители города, и острова, ему рукоплескали и принимали, но в большей части это было сражение и нелегкое, послушайте, его предавали, его предавали и оставляли, в этой главе говорит, Димас возлюбил нынешний век и оставил меня, он ушел, интересно, когда, он говорит, когда я предстал вот перед судом, все меня бросили, все оставили, вот что такое было сражение Павла, он испытывал боль и разочарование, он испытывал это сражение, когда нужно было перед судом кесаря стоять одному, он говорит, Господь, конечно, меня укрепил и он подтвердил, ну, поддержал меня, но он говорит, я испытывал это, христианская жизнь, это напряжение, его постоянно преследовали, издевались и не раз физически убивали, это часть жизни, может быть, сегодня, друзья, ну, нас так не преследуют, но интересно, я вспоминаю, я жил в советское время, я помню, когда меня выводили перед всей школой, и все, у-у-у, богомол, и ты стоял, нормально себя чувствовал, это нормальная реакция была, но когда ты стал уважаемым человеком, признанным в городом, прихожу, помню, несколько лет тому назад, и попросил площадь, и мне ее тогда не дали, я такой вышел, надулся, скрылся, думаю, ты посмотри, как это, я вдруг встал себе, думаю, что я делаю, почему 20 лет тому назад я нормально, а сейчас недоволен, всякое есть время, поэтому, милые мои, я хочу сказать для пастырей, всегда пастырское служение и вообще христианская жизнь, она связана с напряжением, с сопротивлением, и вот величайшее дело, это сохранить свою веру, он говорит, я сражался всю мою жизнь, и так, христианская жизнь, это не прогулка по аллеям и садам, она полна напряжения, это сражение, и вот здесь всегда есть место подвигу, смотрите, что он говорил, я совершил свое течение, или выполнил свое призвание, и к тому же призывал Тимофея, всю свою жизнь, Павел посвятил себя тому, чтобы проповедовать Евангелие, говорит, мне не стыдно за Евангелие, говорит, Евангелие это сила Божия, и он постоянно готовил учеников, и вот смотрите, что он здесь же в этой четвертой главе, проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай, со всяким долготерпением и назиданием, будь бдителен, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Очень интересно, друзья мои, совершил свое течение. Знаете, очень сложно сказать, что такое течение, но представьте себе, у кого есть надувной бассейн или круглый бассейн дома, кто-то хотя бы купался когда-то в таком бассейне? Да, друзья, не знаю, как вы, но я со своими детьми, внуками, самое интересное занятие, это мы все становимся друг за дружкой, и вот смотрите, вот так ладошки ставим, вот так ладошки, да, и начинаем быстро идти, мы разгоняем течение, мы пытаемся, вначале очень трудно, не правда ли, очень тяжело, но со временем вода начинает вертеть все сильнее, 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 и ты даже можешь отдаться на волю вот этим волнам, и действительно плыть вот от силы этой волны. поэтому я хочу сказать, друзья мои, Павел говорит, я всю свою жизнь держал вот так ладошки, я совершал течение, я делал течение, я не просто отдыхал, друзья мои, каждый пастор, каждый лидер служения, вы понимаете, друзья мои, если нам нужно поднять какое-то служение, совершить, всегда мы сталкиваемся с сопротивлением, всегда есть люди, которые наоборот идут против течения, наоборот против, они говорят, и то не так, и так не так, и тебе нужно все это преодолевать, или это только у меня, так это или нет, друзья, есть такое, правда, есть люди, которые противятся, но самые, есть люди, которые только наслаждаются, вот они на волнах и плывут, знаете, было время, когда волну церкви спасения, кто-то начинал разгонять, кто-то первый подставлял ладошки, я помню, друзья мои, в моем доме, когда мы эти несколько лет, мы подставляли эти ладошки, я помню, друзья мои, когда пришли в ДК, подставляли ладошки, я помню, когда мы арендовали, арендовали частный дом, и за два часа до служения, мне нужно было приехать, мне, первому пастору, мне нужно было приходить и топить печку, я разгонял эту воду, мы с отцом и с моим, с моим, с вояком, мы втроем по очереди топили печку, потом пришел один, недалеко жил, говорит, пастор, а можно я буду топить, и я вдруг почувствовал, как кто-то поставил ладошку, кто-то поставил ладошки, я помню, когда мы семь лет строили здание, я знаю, милые мои, сколько сил, сколько сил положили те люди, которые строили это здание, я знаю, с каким напряжением приходится сталкиваться, чтобы там достроить, я это знаю, я вспоминаю, когда ломали коровники, когда за несколько сот, десятков километров ездили, ставили палатку, чтобы разобрать ферму, чтобы привезти кирпич, семь лет мы строили, я помню, когда этот кирпич чистили, идет снег, руки мерзнут, но мы чистим этот кирпич, женщины это делали, это все люди, которые держали ладошки, вы понимаете, они создавали это течение, поэтому сегодня, вот слово к пасторам, продолжайте держать свои ладошки правильно, друзья мои, потому что самое страшное, Павел говорит, я совершил свое дело, и теперь уже пришло время, и всю свою жизнь я держал вот так эти ладошки, совершить течение, это значит создать, ну действительно, поднять то служение, совершить то служение, которое Господь призывает нас с вами, люди есть, которые создают это течение, есть люди, которые только вначале создают это течение, есть люди, которые только пользуются этим течением, вот это иногда тяжело и больно, хочу вам сказать, как пастор, когда иногда призываешь, я у Юры спрашиваю, он говорит, сколько у вас людей, которые ухаживают за вашим зданием, сколько садовников, это у нас сейчас больная тема, мы в основном приглашаем волонтеров больше, есть постоянные, но вообще волонтеров, спасибо волонтерам, спасибо, что вы держите эти ладошки, продолжайте, друзья мои, продолжайте, вот я хочу, чтобы вы понимали одну вещь, еще одно хочу сказать, когда пришел вот тот старый мужчина, который сказал, я хочу топить печку, вот я приезжал тогда на служение, а в доме уже тепло, там никто не жил, мы его арендовали, этот дом, и знаете, я был так рад, благодарен Богу за этого мужчину, немногословный, но он держал свои ладошки правильно, он помогал создавать это течение, и потом, когда он умер, когда он умер, я стоял, стоял у его гроба, и вдруг я, я просто ощутил, сзади меня, как будто бы обвалилась стена, была оголена, каждый из вас, который правильно держит ладошки и создает течение, мы благодарны, как пасторы для вас, спасибо вам, нам не нужно тогда преодолевать сопротивление дополнительно, воду всегда, течение совершить всегда непросто, но есть ли еще люди, которые поддерживают, спасибо вам, продолжайте совершать свое течение, но и несмотря ни на что, вот продолжайте это делать, держите правильно ладошки, совершайте свое течение, и помогайте другим совершать его течение, друзья мои, и так он говорит, я совершил течение, я совершил дело, к которому он призвал, я держал свои ладошки правильно все время, и я тебя призываю, и потом он говорит, как самое важное, я сохранил свою веру, вы понимаете, милые мои, это человек, который видел славу Божию, который был восхищен до третьего неба, казалось бы, ну что ему, он все, 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 один раз уверовал, и все, друзья, хочу сказать, идет невероятное сражение против нашей веры, весь этот мир, лжеучениями, таким легким, поверхностным христианством, вы понимаете, что он в этой же четвертой главе, он говорит, знаешь, настой в урочное, не в урочное время, говорит, совершай дело служения, потому что будет время, когда люди будут себе избирать учителей, которые люди не будут хотеть слышать полного Евангелия, слышите, я говорю, полное Евангелие, не слащавое, и неудобное для плоти Евангелие, а полное Евангелие, где есть напряжение, где есть боль, где есть сражение, где есть напряжение и где есть место подвигу, вот это настоящее Евангелие, когда нужно сражаться и бороться, и поэтому он говорит, говорит, придет время, Тимофей, люди будут избирать себе учителей, которые лестили бы слуху, чтобы это было таким приятным Евангелем, знаете, сегодня так много людей, которые только виртуальные верующие, они сидят и себе клацают и выбирают того, кого они хотят, это тоже, даже буквально часть этого, поэтому он говорит, я занимался всю свою жизнь, я держал ладошки, но я хранил свою веру, друзья мои, наша жизнь, она полна и боли от несбывшихся мечтаний, может быть, не отвеченных молитв, и вот тогда, что держит нас при этом, что поддерживает нас, чтобы продолжать верить и не ослабевать, вот Павел, как самую большую ценность жизни, сказал, я сохранил свою веру, все так же, все так же, как в самом начале, восторженный и любящий Господа, я хочу, чтобы вы посмотрели в свою жизнь, чтобы вы сейчас могли вспомнить, вот то время, когда вы только начинали свою христианскую жизнь, когда вы только первые шаги делали, когда только прощенные были, когда, может быть, все было в розовом цвете, и вам казалось, вот это все, что не скажу, сбудется, что не провозглашу, то будет, друзья мои, но это не так, я иногда думаю, Павел, что ты думал, когда день и ночь хлебал соленую воду в море, смотрел в эти небеса после кораблекрушения, попробуйте представить, заклебывается волны, и он смотрит в небо, где его любящий отец, и при этом ни слова упрека, ни возмущения, а где же ты был, почему это со мною, вот, друзья мои, он сохранил свою веру, вот Павел и говорит об этом, Тимофей, в жизни так много есть сложностей, так много есть противлений, так много лжеучений, так много просто люди хотят идти за Господом из-за выгоды, а христианский путь это сражение, служение людям это сражение, это бой, и он говорит, я был честно провел бой, я держал свои ладошки все время, я создавал это движение, и я сохранил свою веру, и так несмотря, смотрите, очень интересно, когда Павел говорит здесь в синодальном переводе, это третий стих, ибо будет время, когда здравоучения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и эти стены отвратят слух и обратятся к басням, вы думаете, мы не в это время живем? Это часть нашей действительности, и сохранить веру, незыблемую веру в Божью любовь, в Его благость и в милосердие, это так важно, не очень давно, друзья мои, я очень интересно пережил с одним человеком, он был христианином, и случилось несчастье, его подрезали, и он чудом остался жив, и он не мог справиться с этим, и когда я разговаривал с ним, он говорит, я не верю в Богу, я не верю в Богу, почему это случилось, я понимал, я молился, говорю, Господи, как-то прикоснись к Нему, но потерять веру в Бога, в Его любовь и благость, это конец всему, поэтому сохраните веру, веру в любовь, посмотрите, Писание говорит Тимофею, возвещай весть, стой на посту в урочное и не в урочное время, исправляй, обличай, ободряй, никогда не теряй терпение, как добрый учитель, ведь будет время, когда отступятся от здравого учения, окружат себя целой кучей учителей, жажда услышать то, что им не терпится услышать, они заткнут свои уши для истины и отвернутся от нее, чтобы слушать небылицы, а ты обо всем суди трезво, совершай свое служение, милые мои, наша жизнь христианская, пастырское служение и вообще служение это бой, это сражение, это напряжение, и нам так важно понимать это, тогда нам легче воспринимать вот это напряжение, и так он говорит, Тимофей, христианство это бой, будь верен этим правилам, держи свои ладошки, совершай свое служение, совершай свое течение, поддерживай движение, и я сегодня призываю вас как церковь спасения, Бог дал вам много, милые, Бог дал вам много, Он поставил вас как общину, буквально на вершине, и многие люди смотрят на вас, многие люди смотрят, на вас равняются, поэтому спасибо, кто держит ладошки в этой общине, продолжайте это делать, совершайте свое течение, и сохраните вашу веру, совершите свой подвиг, Павел говорит, я совершил свой подвиг, я верю, друзья мои, когда мы понимаем, когда мы понимаем ту ответственность, которую дал нам Бог, нам так необходимо Его благодать и помощь, может быть, кто-то устал, может быть, кто-то потерял веру, может быть, кто-то опустил ладошки и уже просто наслаждается, и вы просто движетесь по течению, сегодня просто призываю, подставьте ваши ладошки и совершите ваше течение, и сохраните вашу веру, и пусть Бог нам в этом поможет, давайте мы попросим Господа, чтобы Он своей благодатью помог, меня это изумляет, что Павел говорит, я знаю, в кого уверовал, я знаю, что Он силен сохранить мой залог, поэтому давайте мы придем и попросим Господа, чтобы Он помог нам совершить наш подвиг, провести свой бой, провести свое служение, продержать свои ладошки и сохранить свою веру, потому что нашей вере и нашему упованию предстоит великое воздаяние, аминь, давайте мы поднимемся и начнем молиться, дорогой наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя за это Слово, которое Ты дал нам, мы благодарим Тебя, Господь, что Ты прошел свою жизнь, Ты оставил след, Ты совершил служение свое и поэтому мы спасены и поэтому мы живы сегодня и поэтому мы сегодня можем веровать в Тебя, потому что Ты совершил свое служение, Господь, мы благодарим Тебя за этот образ, который Павел говорил, и я совершил свое течение, я совершил подвиг свой, я сохранил свою веру, Господи, сегодня наше время, сегодня наш час, чтобы нам сохранить свою веру, Несмотря ни на боль, ни на разочарование, может быть, ни на отвеченные молитвы, но я все равно прошу Тебя, Господи, помоги нам сохранить свою веру. Помоги не разочарованными быть, не оставить. Господь, и помоги нам всем совершать свое дело, совершать свое течение. Я особенно прошу Тебя благословить тех, кто держит эти ладошки в этой общине, кто создает это течение, это движение в этом городе, кто совершает это служение и течение в поместных городах. Господи, благослови их, чтобы они сохранили свою веру до конца, чтобы не опустили в своих ладошек, но чтобы совершали свое течение. Боже, я молю Тебя, пусть Твоя благодать поможет нам, поможет нам совершить свое служение, пройти этот забег честно, искренне, с верой и упованием на Тебя. Твоим именем я благословляю каждого человека, который сегодня слышал это Слово. Я не хочу оставить вот это служение или закончить эту проповедь без возможности кому-то обратиться, друзья мои. Есть одно только имя, через которое мы можем спастись, это имя Иисус. И кто призовет меня, Господь говорит, кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую пред Отцом Моим. Ваше имя сегодня может быть исповедано там, на небесах. Если вы обратитесь к Нему, вы сегодня можете стать в этот забег, чтобы однажды получить награду. Павел неоднократно говорил, это не только мне, но и всем, кто однажды станет в этот забег, кто однажды призовет Его Святое Имя. Поэтому, если есть в нашем собрании те люди, которые хотели бы покаяться, сегодня день спасения, сегодня время, завтра неизвестно. Сегодня. Если есть такие люди, которые хотели бы покаяться, я хотел бы вместе с вами помолиться. Если есть, пожалуйста, поднимите вашу руку, кто хотел бы обратиться. Вижу. Придите сюда наперед. Мы сейчас помолимся. Придите сюда наперед. Мы помолимся. Господь говорит, придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. Халлелуя. Спасибо тебе, Иисус. Если есть на балконе, опуститесь, друзья, скорее. Мы несколько минут вас ждем. Придите. Сегодня время. Сегодня день спасения. Халлелуя. Благодарим тебя, Господь. Иисус, когда мы будем сейчас молиться, пусть это чудо перерождения произойдет. Пусть твой дух, он сегодня реально будет здесь касаться и изменять судьбы людей. Если есть еще кто-то. Дорогие мои, я хочу вам сказать, Бог знает вашу жизнь, абсолютно все. Он любит вас. И он сегодня готов просить все ваши грехи и ваше имя записать в книгу жизни. Вам не нужно напоминать ему своих грехов. Вам нужно ясно, с сердцем, с верой в сердце сказать, ты мой спаситель, признаю. И все остальное сделает Господь. Давайте мы склоним наши головы. Я вместе с вами хочу помолиться. Повторяйте со мной эту молитву. Отец Небесный, я прихожу к Тебе, я прошу Тебя, ради Иисуса, прости меня. Отец, я возвращаюсь. Я прошу Тебя, помилуй меня, спаси меня. Я признаю Тебя своим Спасителем и Господом. И благодарю, что Ты принимаешь, что Ты принимаешь. Верю всем сердцем, что я принят Тобой. Аминь. Господи, Твоим могучим именем мы благословляем этих людей, которые, не стыдясь, исповедуют Тебя своим Господом. Прости, помилуй, очисти и запечатли их обетованным Святым Духом. Да родятся они свыше, да наполнут небеса, и да будут частью Твоей семьи. Во имя Иисуса Христа я разрушаю всякое проклятие в их жизни и благословение да придет в их жизнь. Аминь.